Друзья, всем привет! Мы приехали в Питер на проспект Просвещения. Ровно два года назад Антон здесь брал интервью Евгения. Ну, спросим, что изменилось за два года. Друзья, всем привет! Борода Чеснова в Питере на Просвете. Женя! Здорово! Слушай, у вас недавно был день рождения, два года. Ну, еще раз поздравляю. Спасибо огромное. Ну, что, как дела? Да, все хорошо, отлично. Слава Богу, пережили пандемию. Август месяц прошел на ура. Последнюю неделю мы пять кресел отработали. Сентябрь тоже радует, в принципе, результатами. Первый год работали до девяти вечера. Поняли, что теряем клиентов. Но у тебя после девяти с ним сколько человек стремилось? Сегодня три мастера, три человека было. После девяти. Три мастера, три человека. В прошлом интервью ты сказал, что... Одним, наверное, из ваших больших плюсов, это был, скажем, такой небольшой полушальный взнос. Располагала, нежели, там, то же самое, топ-ган или бритва, фирма то же самое. Два года проработали. Можешь ли ты сказать, что ты точно не совершил ошибку? Да, да, могу сказать. За эти два года видна работа СО, которая идет только в положительную сторону. Финансовые показатели тоже, как бы, радуют. Спасибо огромное, как бы, что я не прогадал. Просто глядя на другие франшизы, в принципе, можно сделать вывод, что, в принципе, бородача – это одна из, ну, топовых, можно так сказать. Для открытия у тебя не было конкурентов. Появились? Они сейчас, да, появились, но за счет того, что на момент входа мы были здесь, грубо говоря, монополистами в этом районе, ну, успели заработать, как бы, репутацию и, собственно, заработать клиентскую базу, которая, в принципе, и сейчас, на данный момент, она до сих пор пополняется. Ты говорил, что, возможно, через полгодик откроешь, но пока с ним основном. Небольшие уже наметки. Может быть, открыть второй, но надо смотреть. То есть времени пока, к сожалению, не хватает на все. Ну, больше деятельность салона у меня занимается супруга. У меня просто еще своя работа, и поэтому просто не разорваться. Ковид. Как встретились? Что было? Закрылись, что было. Море звонков из серии. Приедьте, там, мастера домой пришлите. Ребята все остались у тебя? Да, парни все остались. Спасибо. Огромное, как бы. Чем смогли, тем и, соответственно, им тоже помогали какие-то средства, ну, детишными средствами. Ну, понятно, что в полном объеме, как бы, там, за зарплату ты им не можешь в этот период платить. Много мастеров у нас открытия? Из второго коллектива остался администратор и двое мастеров. Сейчас у нас шесть мастеров, изначально было четыре. Ты собрал команду мечты, которую я хотел? Да, на данный момент у меня укомплектован штат полностью, соответственно, и ребята все готовы к работать без всяких вопросов. В интервью сказал, что ни разу хайп, да, это трендовое направление, которое набирает обороты. Взрослое поколение, наоборот, сейчас к этому начинает приходить. Оправдались твои мысли на тот момент или нет? Для взрослого поколения это интересно, как были мужские залы в Советском Союзе. Для именно, ну, средних мужчин, там, среднего возраста, им просто хочется выглядеть хорошо и красиво. Ну, а детям, соответственно, это больше, там, не знаю, мамам хочется, чтобы ребенок как-то выделялся и выглядел. Велико, безусловно, понятно. Соответственно, тут от малого до великого. Мобильное приложение. Для меня оно, как бы, понятно и мне удобно. Женя, да. Спасибо тебе большое за радушный прием. Тебе процветание, процветание, еще раз процветание. Вот, может, там соседи съедут, стену продолбишь и еще там 10 кресел. Есть желание. У нас все отлично. Чтобы они съехали. Редактор субтитров А.Семкин